Всем привет! Меня зовут Аня Лопатухина. Я хочу поговорить с вами о том, как расти джуниоров. Мне кажется, тема сейчас довольно актуальная, потому что мы с рынком происходили странно. Такое ощущение, что всем нужны продакты, а продактов на всех не хватает. Но если невозможно нанять, то хорошее решение — это растить своих. В самом деле я буду говорить не про все возможные способы выращивания, а конкретно про один мой самый любимый, а именно про мендеринг. Почему я люблю мендерство? Во-первых, когда много лет назад я была маленьким программистом, у меня был очень классный начальник, и он был не просто начальник, а именно мендер, и когда он мне давал задачи, он давал задачи так, чтобы я максимально эффективно и максимально быстро росла. И я на своем примере поняла, насколько круто вообще, когда у тебя есть мендеринг, человек, который учит себя, потому что он стал как будто котом так со мной повозился, я потом встречала людей, у которых 8 лет долго до работы, и они не знали каких-то элементарных вещей, которые я уже знала через полгода. На самом деле опыт, опыт и рознь, и может быть, что у человека дофига нет опыта работы, но при этом он все эти годы просто повторял одно и то же, и ничему не учился. Может быть, даже, что он повторял одни и те же ошибки, и эти ошибки заезжал. Поэтому можно, наверное, вырасти без ментора, но, наверное, можно, но с ментором немного проще, быстрее и более подсказуемый результат. А почему я еще люблю менторство? Потому что для того, чтобы начать это делать, почти ничего не нужно, нужно, чтобы в компании был хотя бы один нормальный продукт, и дальше он уже может растить и станет. Поэтому, с моей точки зрения, если у вас есть хороший джумер с головой, с правильным менталитетом, который хочет расти, то самый лучший способ его вырасти – это дать смысл подавану какому-нибудь старшему товарищу. И пускай старший товарищ показывает ему, как он работает, и прямо, где открывается производство, он будет постепенно вырастать. И, собственно, то, что я расскажу дальше – это самые мои опыта, как меня в менторе или как я в менторе, и такое послание старших товарищей, если вам дали такого подавана, как правильно вырастить, чтобы он вырастет быстрее. Может возникнуть вопрос «А мне это зачем?». На этот вопрос есть два ответа. Один совсем очевидный, другой менее очевидный. А очевидный ответ – это то, что очень хороший способ научиться лучше самому – это учить кого-то другого. Наверное, мы все знаем. А менее очевидный ответ – это то, что очень хороший продукт-менеджер часто попадает в такую ловушку, что ты работаешь, работаешь хорошо, и, в принципе, ты можешь развиваться дальше, например, взять больше области ответственности или какое-то новое направление попробовать. Но ты не можешь этого сделать, потому что «А как же мой старый продукт?». И если научиться быстро, эффективно выращивать в себе смену, то с этой проблемой станет жить намного лучше. Но кроме того, это просто вам. Собственно, я еще хотела сказать такую вещь, что если вы все-таки не понимаете, зачем вам это надо и не хотите на данный момент это лучше, это мы не делаем, потому что вряд ли что-то хорошее получится, а насильно не получается. И точно так же с другой стороны. Человек, которого вы учите, он должен, во-первых, хотеть учиться, а во-вторых, хочет учиться конкретно у вас. Здесь какие могут быть проблемы? Вот я именно в продакт-менеджменте часто встречала людей, человек, в принципе, умный, может, перспективный, но объективно он джуниор. А сам он себя джуниором не считает. Например, так может быть, если человек пришел в профессию с какой-то другой области, ну и он уже привык, что на него много лет надо работать, он уже такой семьюрный, его уже все уважают, и ему сложно переключить свою голову, что вот здесь я учусь с нуля, и мне надо опять с школы. Ну вот, и конкретно с такими людьми у меня нет какого-то очень хорошего способа с ними работать, то есть я знаю там несколько способов, как можно попробовать аккуратно навести их самих на мысль, что им еще есть куда расти, но это все равно человек должен осознать сам. И вот пока он это не осознает, с ним делать что-то сложно. А когда он это осознает, это осознает вообще, это заранее сказать невозможно. Поэтому, например, когда я собеседую про продукт, если я вижу, что человек джуниорный, но при этом сам себя считает крутым, то для меня это такой серьезный софактор, потому что он непонятно, что получится с ним или нет вообще. Может быть, еще другая история, что человек понимает, что он джуниор, он хочет учиться, но вот конкретно вас он не воспринимает. Причем, может быть, вы объективно крутой, но вот он почему-то так не считает, ну или как бы лично мне работает химия. И вот если вы поработали с человеком месяцовый, допустим, и чувствуете, что все ваши советы уходят и вообще не работают, то лучше попытаться найти этого человека другого ментора, которого он будет уважать, потому что так будет больше пользы для вас для него, чем психологом пытаться кого-то обмендорить. Соответственно, если вы хотите, он хочет все вроде как бы, вопрос как? Ну, самое главное, что у вас, с моей точки зрения, всегда надо иметь в голове, в чем вообще наша задача как ментора? Это сделать так, чтобы человек как можно быстрее стал самостоятельным, и ты ему уже как метод был не нужен. Причем желательно, чтобы он в своем росте не ограничивался твоими компетенциями, а мог учиться каким-то вещам, которые ты не знаешь. Соответственно, из этого уже следуют всякие остальные вещи. Вот пример. Ты работаешь просто по каким-то продуктам, делаешь его, и тут тебе дают помощника. И ты так думаешь, о, круто, сейчас я буду делать больше. Или руководство твое тоже думает, что круто, сейчас он будет делать больше. Вот, а на самом деле нет. И почему это так? Вот вспомним, что наша задача основная, это чтобы человек хорошо учился. Это значит что? Что мы ему будем давать такие задачи, которые не те, которые он легко и просто сделает с минимальным геморроем для нас, а те, которые как раз он с большим геморроем будет делать очень тяжело. Вот, и причем это не то, что вот он сейчас месяцов помучится, а потом научится, и будет хорошо. А то, что он месяцов помучится, потом научится, и мы ему дадим новые сложные задачи, с которыми он опять будет учиться. То есть это просто надо сразу понимать, как бы не ожидать, что вот эти руки свободные получил. Второй пример. Вот есть такое высказывание, что только дураки учатся на своих ошибках, а умные люди учатся на ошибках других людей. Вот я с этим не очень согласна, потому что, конечно, опыт других людей использовать так, что надо, но, к сожалению, серьезным каким-то вещам люди учатся только на своем пути. И, к сожалению, это так. Я, например, когда училась кататься на горных лыжах, я очень боялась падать, но сначала пыталась так учиться, чтобы не падать. Ну и, в принципе, как-то училась, но очень-очень ледно прогрессировала. Вот, и потом мне объяснили, что так не работает. Если хочешь прогрессировать, падать, к сожалению, не придется. Вот, и точно так же вот здесь у нас продуманная нужность, и это, на самом деле, очень сложно, когда человек тебе помогает в твоем продукте, потому что, вот ты видишь, что вот сейчас пытается сделать какое-то решение, ты уже понимаешь, что он неправильный, ты понимаешь, что будут последствия, может быть, финансовые последствия твоего любимого продукта, и очень хочется схватить за руку, сказать, «Стой остановись». Вот, и иногда действительно надо, но не всегда. И вот в хорошем ситуации, когда может быть не надо, это если вы просто ему говорите, что это неправильно, а он все равно считает, что правильно. И вот если вы в этот момент заставите все-таки сделать так, как считаете вы, то он ничему на этом не научится. А если он попробует и как бы сам поймет, что, блин, действительно плохо, то тогда как раз научится. Ну, естественно, ваша задача здесь это менеджить размер потерь. Ну, понятно, что патастрофу какую-то допускать всем не хочется, и человек не мотивируется, ну, и, в общем, всем будет плохо. Еще один пример. Есть такой антипат, в который очень часто попадают люди, именно когда они уже привыкли что-то делать, и тут им дают помощника. Значит, чего делают? Я сама, на самом деле, тоже не пускала. Значит, мне дали помощника, я делегирую какие-то задачи, но при этом для внешнего мира я выступаю единым окном такого продукта менеджмента. То есть, если мне, допустим, надо в РАДМА представить суповоз, там, я не знаю, что-то донести до разработки, даже если саму вот эту вещь прорабатывал мой причинен, то я все равно это доносила сама, чтобы никого не путать. На самом деле, это плохо, только это, во-первых, для продукта, потому что только тот человек, который сам прорабатывает эту задачу, знает полный контекст, и вам он его полностью передать все равно не сможет. И бывают такие вещи, что вот вам, допустим, мы сказали уже результат, вы пошли его доносить, и тут вам говорят, почему здесь вот так, а не так, ну, давайте так сделаем. Потом пошел рассказывать человеку, говорит, блин, я же об этом думал, и на самом деле есть такие-таки аргументы, как бы, тут получается, что можно, в общем, напоказать. Ну, и если смотреть на обучение, то это прям совсем плохо, потому что мы же хотим вырастить человека самостоятельного, с ответственностью, и он должен понимать, что его задача не в том, что он просто там сделал, допустим, какую-то хорошую идею, дальше ее куда-то отдал, ну, и там, она дальше приняли хорошо, не приняли, ладно. А то, что его задача именно донести это все до конца, убедиться, что это все запустилось, ну, и потом он должен сам очень скоммуницировать с разными людьми. В общем, короче, отсюда вывод такой, что я спешу делегировать, это делегировать себя полностью, и ничего себе, например, в параду будет тяжело, но, как бы, то, что человек делал сам, это должно быть для всех подачи, что ты делал вот. Последняя еще идея, что если мы хотим, чтобы у нас человек получился самостоятельным, он должен в тот момент, когда мы его отпустите в свободное плавание, продолжить развиваться сам. Поэтому важно очень прибить ему такое понимание, что это не то, что он сейчас шинер, и поэтому он активно учится, а то, что он, вообще-то, будет точно так же активно учиться всю жизнь, но и в том числе, пускай он научится искать других метров, не вас, и тогда он сможет развиваться в том, в котором вы ничего не принимаете. Вот, и что касается разных вещей, типа способов самообучения, то их классно посовывают в каком-то контексте, то есть, если у человека какая-то задача, допустим, показ сделал, ну, и тут мы ему даем книжку показ сделал, он как раз в этот момент она ему хорошо зайдет, и он ее с большим удовольствием прочитает, если ее дать просто так, вот, и что касается того, как прививать конкретные скиллы, ну, говорят, что есть hard skills, есть soft skills, вот, с моей точки зрения, как это можно, жмите hard skills, это разные фреймворки, инструменты, какие-то, не знаю, подходы, и про все вот эти инструменты нужно тоже как-то рассказывать при разных задачах, причем, вот, из моего опыта, самый идеальный случай, как это работает, если вы сначала отдаете задачу, и не поваливаете сразу на огромный инструмент, что тебе эта задача надо решать вот так, давай, как поедине, а даете задачу, проете, вот, вся задача, у меня, в принципе, есть идея, как это решать, давай ты сначала попробуешь сам подумаешь, может, у тебя какие-то новые, свежие идеи будут, и вообще, вы можете тебя зашелить, вот, и человек пробует что-то, а потом, уже когда у него есть свои какие-то мысли, вы ему даете инструмент, и как раз в этот момент этот инструмент сразу с ним распонятен, в чем ценность его, чем он, как бы, лучше, чем у него, ну, и в каком-то смысле, это вот как раз на маленьком примере возможность контролируем для человека ошибиться, вот, ну, и в конце, когда он уже этот инструмент попробовал, чтобы это все хорошо запрепил, если он лучше, как бы, это как-то обсудить, ну, какие границы применения, например, он ничего полезного вынес, а в идеале, через какое-то время дать еще одну задачу, какой же на эту задачу. Что касается soft skill-off, ну, по-моему, самый лучший способ применения soft skill-off, это просто работать рядом, постоянно смотреть на человека, и только видишь что-то, что привлекает внимание, давать конструктивную обратную связь. А есть кто-нибудь, кто не знает, что это конструктивная обратная связь? Есть он? Нет? Хорошо. Там граница тонкая очень. А, знаете, ну, давайте я скажу, ну, как бы, вот, как меня учили конструктивной обратной связи, значит, ты сначала у человека хвалишь за то, что он делает правильно, чтобы он дальше продолжал делать, а потом ему говоришь, где он может улучшиться, ну, и, может быть, как он может улучшиться. То есть, это не вы типа, а это, как бы, фокус именно на точку улучшения. И так это воспринимается намного лучше, чем если давать мантику. У меня тогда, мне первый раз дали такого, кукноценного подчиненного, которого я должна на тот момент избывать. Проблема, окей, я вот в теории так все понимаю, а с чем конкретно начать какую-нибудь первую задачу дать? Вот, вот, несколько вещей, которые, по-моему, сильно помогают. Ну, во-первых, хорошо начать с какого-то кик-оффа. Очень классно человека отправить на тренинг, может быть, самому что-то рассказать. Не то, что он на этом тренинге чему-то прямо научится, но, во-первых, он проникнется духом профессии, может быть, как-то он переключит мозг, особенно, если он перешел из другой какой-то области, ну, и даст какую-то общую гипенологическую вазу, чтобы потом дальше можно было манилицировать. Ну, что касается задач, что довольно очевидная вещь, что сначала лучше дать что-то, чтобы точно у человека получится нормально, ну, чтобы он как-то, ну, не демотивировался, сразу почувствовал, что я круглой, я могу, ну, и потом по себе усложнять. Вот, важный такой сайт, я на своей ошибке одной научилась, значит, у меня была девочка, я стала давать разные задачи из разных властей, ну, а мы же, как продукт-менеджеры, очень много всего делаем, очень безнародного. И я ей сначала требования дописать, потом там что-то про сайте подумать, потом, ну, что еще, ну, в общем, получается, что были очень не связаны задачи, и в какой-то момент я поняла, что у нее просто каша была, и возникла. Вот, и мне кажется, хороший способ, как сделать, чтобы каша не возникала, идти вот в топ-даун, то есть вы начинаете с таких стратегических вещей, и прямо с ума садитесь вместе с этим человеком, продумываете, какой у нас там бишен-продукты, зачем мы это делаем, для кого мы это делаем, какая стратегия, цели хотим достичь, а потом уже каждая конкретная задача, которую она делает, как выкладывается на эту стратегию, и в результате какая более системная картина получается. Вот, собственно, основное, что я хотела сказать, мне кажется, что менторские это круто и для самого того, у кого ментор, и для того, кто ментор, но и в общем-то для компании тоже важные бенефиты, поэтому, мне кажется, что кто еще в этом никаком задействовал, я бы советовала. Вот, если есть какие-то вопросы или кто хочет докинуть, то сейчас как раз можете. А скажите, есть ли какая-то специфика выращивания джюниоров по униссуэнкулу-таленку? Ну, то есть, насколько это реально? Ну, конечно, сложнее. Ну, я не знаю. Вот у меня, кстати, у меня была девочка, она не совсем, то есть она сидела в Питере, но просто в другом офисе. Ну, мы там часто созванивались, общались, но на самом деле мы с ней встречались раз в неделю, и вот без встреч, наверное, было тяжелее. Ну, я не скажу, что прям невозможно, но, наверное, тяжелее. Спасибо за доклад. Вот, в воспитании многодетных семей говорят о том, что главное воспитать правильно первого, а потом он остальных потянет. Вопрос. Ваш первый был хорошо воспитан? По каким критериям вы поняли, что вот он вас правильному учит? У меня правильный? Да. Ну, вас же воспитывали. Слушай, ну, у меня было сложнее, то есть у меня вот мой первый, это был программист. Вот, он меня вообще программировал, он офигенно меня просто учил программировать, я вот до сих пор его вспоминаю теплым словом. А в продукт-менеджменте у меня, к сожалению, такого прям явного ментора, который рядом со мной сидит, не было. И я поэтому сейчас вспоминаю вот первые свои два года работы, и мне сейчас просто плохо становится, когда я вспоминаю, что я делала. Ну, вообще первые два года я работаю по рекламе с банки. И ничего больше не делала, вообще по стратегии не думала, и я считала, что я крутой продукт в этот же. Вот, и если бы у меня был момент, это было бы намного круче. Но потом, на самом деле, даже не потом, даже сначала, я стала пытаться, ну, понятно, что там самообразование какое-то, а я стала пытаться как-то разговаривать с людьми, то есть я просто прихожу на продукт в Кернском, а там кто-то крутой, думаю, надо было с ним как-то поговорить и понять, а как он это делает. То есть теперь точно верно? Ну, на 100% нельзя. А теперь... Я хотела так отметить, что есть задачи, которые даже давать, то есть у меня, например, была ошибка, когда очень хороший такой продукт-менеджмент, как раз из разряда себя воспринимает как синер, но на самом деле, перейдя из другой компании, да, поменять бизнес, джуниор внутри компании, человек достаточно хорошо разработан полностью концепцию, там, подход, соответственно, к бизнес-процессам, там, в новом продукте. Я ему доверила сделать экземпризентацию, причем мы отривитировали. Реально на середине презентации я, там, пять топов сидела, мне пришлось ее теперь отхватывать, потому что он не смог. И я могу сказать, что по факту мы ее завалили. Да, то есть я потом анализировала, могу сказать, что не нужно было ему давать делать эту задачу, то есть мне нужно было репетировать самой и делать самой. Поэтому вот этот вот совет по поводу того, что не замыкать коммуникации на себя, он имеет свои ограничения. В ряде случаев, на самом деле, человека, прежде чем выпускать на топов, нужно очень сильно смотреть, насколько он готов, потому что у меня даже есть люди, кто уже не джуниор и работает давно, но человек, например, сам понимать внутри и там просит, там, Дим, давай, вот я все подготовлю, но там схожу, готов все прокомментировать, ну, например, там презентацию или выступление будешь делать ты. То есть, ну, здесь уже вопрос внутренних барьеров и вопрос умения. Это очень важно, потому что я могу сказать, ребята, мы провалили довольно серьезный продукт, на который нам не дали бюджет потом на разработку. Ну, это, конечно, зависит от топов, зависит от компании. Наверное, топов это самый сложный случай. У меня просто было, как считаю, я как-то с работчиком сама, хотя в этом все очень было неправильно. Но я считаю, что хотя бы брать его с собой, чтобы, по крайней мере, не было таких макапов, чтобы вам вопрос, а кто лучше знает. Хочу немножко прокомментировать эту случай, то есть, наша компания довольно серьезно внедрена компанией, ну, менторство. В принципе, мы поняли для себя, что для того, чтобы специалист вырос, нужно, чтобы у него была большая неудача. Ну, то есть, он провалился очень жестко. Да, вот как раз ситуация с топами, такие ситуации не нужно подхватывать, ну, мы так считаем, что нужно провалиться, и если человек, так сказать, морально сильный и, ну, достойный этой позиции, он сможет привлечиться и самовытянуть себя. Если вот искусственно кататься их подстраховывать, то из них хороших специалистов, в принципе, не выразить. Не знаю, кто смотрел «Стартрек», там есть такая серия, часть про «Боящий морой», это когда невыполнимый сценарий просто происходит для того, чтобы люди могли морально быть готовы к поражению, в принципе, и за счет этого поражения лучше вырасти себя как специалист. Ну, такой вот комментарий. Спасибо. Ну, я говорила тоже про это, что надо дать человеку ошибиться, но я тоже говорила, что надо всегда смотреть на... То есть иногда бывает, что, допустим, он ошибся, компания закрывалась и все уволит. Ну, он научился за этим моем. Он научился, конечно, да. Если компания закрывается, то он может, кинулся. Ну, это печально. Ну, помоги, да. Скажите, пожалуйста, как определить, что человек способен учить другого? Ну, мне кажется, что окончательно можно попробовать посмотреть, вот там учишься или нет. Но вообще, вот, например, я что про себя могу сказать. До того, как у меня появился первый подчиненный, я до этого уже сколько-то лет где все равно учила, потому что они сами приходили ко мне с вопросами. Вот. И, в общем, если человек, если это может учить, то это видно. Ну, то есть, он, не знаю, будет ходить там, типа, ой, хотите, я вот сходил на конференцию, вы про какую-то штуку узнал, хотите, я там всем про это расскажу. Сами будут приходить и спрашивать, потому что он классно объясняет лучше. Ну, если ты нанимаешь человека, и тебе нужен человек, который будет очень в мире, и не знаешь, и он ни разу не работает в компании, в первый раз видишь, и теперь он может понять. Ну, попросите, чтобы он прям вот на интервью что-нибудь послушал быстенько. Да, вот была история о том, что была ошибка, не делали человека видным для компании, и не давали ему достаточно самостоятельность. Какие еще были вот очень большие ошибки, которые прям запомнились? Я смогу подумать, наверняка были. Я не знаю, можно даже у аудитории, кстати, это можно? Ну, кстати, если у кого-то есть, я могу пока с вами с вами посмотреть, потому что, на самом деле, это же, ну, вот я рассказывал про кашу, говоря, это была ошибка, когда просто человек не системно совершенно навалит. У меня сто процентов была ошибка, что я считала, мне дали подчиненного, я буду делать больше, и на самом деле, из-за этого я мало времени уделяла, и поэтому возникла каша в голове. Вот. А за ошибки жестко наказывать надо, и что будет, если не наказывать, типа, ну, не будет ли это воспитываться мышление, что, ну, и бог с ним. Я считаю, что не надо, то есть, ну, исходим из того, что человек хороший, во-первых, умный, и во-вторых, хочет как лучше. То есть, если это не так, то, может быть, лучше, вот этого человека избавиться. А если он хотел как лучше, и, ну, ошибся, то, ну, я считаю, ошибку надо рассматривать, как он способ, чтобы он не чувствует. Ну, то есть, кнута вообще не должно быть воспитания джинера, или что? Только пряник? Нет. Что решиться? Ну, я не знаю, стиль у разных людей разный, но, как бы, во-первых, меня воспитывали вообще без кнута. То есть, мне прям сразу сказали, что, как бы, ты багу, допустим, делаешь, да, и у нас там раз в неделю у нас был раз в пор ошибок, где я должен сказать, ну, самые большие ошибки, почему ты ее допустил, почему ты на этом примере научился, и, как бы, какие выводы ты делаешь на будущее. Ну, это, как бы, считалось нормально. То есть, ну, вообще, в принципе, такое, что, типа, позже человеку делает новый баг, а от новых багов такого не было, потому что все равно стараются делать их меньше, главное, просто, вывод правильный. Так что, и меня очень любят с кнута, а я в этом учил людей, да, мне кажется, что, ну, особенно вот с продуктами, как бы, мне кажется, что эта кнута может просто отбить у человека, ну, что это может быть с мемом, да, вот это можно отбить у человека. Понятно. То есть, за чего не останется. Ну, спасибо.